Привет, мои дорогие, привет мои дорогие девчонки, мальчишки. Сегодня ролик снова будет информационный. Знаю, что будет много хейта, но мне абсолютно все равно. Продолжаю вас информировать и рассказывать, потому что цель моего влога не только раскатить о своей жизни, но и стараться максимально сделать проще и лучше жизнь своих соотечественников, которые также оказались в Норвегии. Мне вот на днях, на той неделе, моя знакомая сказала, что Наталья, почему ты не хочешь, тут есть гуманитарная организация, которая раздает вещи, и много-много всего. Помните, я снимала про скандик? Ну, скандик закрыли, и якобы ничего такого нет. Покупаешь каждую вилку, каждую ложку, каждую тарелку. Знаю цену вещам, я знаю цену средствам и выплатам, которые мы получаем. И ты вот сидишь и мозговой штук, надо спланировать докупить то, 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 то. Но все мы хозяйчики, вы понимаете, о чем я. И вот она мне звонит, говорит, Наталья, а что ты говоришь, никогда я тебя не вижу на гуманитарке? Я говорю, на какой гуманитарке? Ну, помнишь, как в скандике? Вот то же самое. То есть про скандик она мне рассказала. И про это, и про эту организацию, где можно все это привести. Опять же, она мне рассказала. Почему не сняла? Потому что запускают людей по 10 человек, и буквально там на 10-15 минут, то есть вы не успеваете вообще что-то снять, руки-камеру взять. А если возьмешь руки-камеру, начнешь что-то снимать, ничего, просто не успеешь взять. Приобрела в этот раз, что много всего хорошего. Буду, конечно же, вам показывать. Первое приобретение. Смотрите, перевязаны вот такие вот две шторки. Они вот такие в спальне, вот такие, знаете, будут розовые занавесочки. Ну, это я считаю, что очень-очень здорово. Коротенькие. Следующее приобретение. Вот такая бутылка в спортивном. Если я смогу, если я приобрету абонемент в бассейн, эта бутылка будет мне самое-самое то. Потом следующее приобретение. Вот такое мы у вас взяла. Незначительно говоря, что из себя представляет. Я так понимаю, что это что-то такое, наверное, на рисунке что-то такое эффективно. Ну, значит, мыло какое-то там супер остирывающее. То есть я понимаю, что это средство для мытья полов. Срок еще не смотрела. Только принесла, сразу вам все снимаю. Следующее приобретение. Освежитель. То есть на входе просто всем в руки давали-давали. Вот освежитель. Так, потом... Сейчас очень ярко, наверное. Я вам покажу, вот как я это все взяла. Вот я вам покажу сейчас. Ай! Падает. Все падает. Но я хочу вам показать просто, вот как это все было. Вот так прям. Вот прям так, знаете, я взяла. Вот. Как там в ящике лежала. Упаковка вилок, ложек, чего там было. Потому что каждую вилку я покупаю три. По-моему, там стоило 120, кроме сколько, три штуки. А здесь, извините, меня вот жменью взяла. Вы же помните все, что у Анютки был день рождения. Нам не хватало тарелок, не хватало вилок, ложек. Вот, все. Я, кстати, докупаю, но еще взяла, лишними не будут. Помимо этого, лопатка для торта. Я так много пеку, что лопатка для торта мне точно нужна. Так, с этим все разобрались. Следующее. Блендер погружной. Не знаю, честно говоря, насколько он там рабочий. Погружной блендер взяла. Чаши нет, но я не знаю, рабочий, не рабочий. Еще не проверяла. Погружной блендер. Потом, знаете, такая смешная ситуация. Нож. Покажу вам, какой фирмы все вот так. Девушка берет такая, знаете, деревянная штука. Мне эти ножи вставлены. Она почему-то берет эту упаковку. Там из пяти ножей три ножа. То есть она один вынимает, откладывает. Берет эту упаковку и два ножа. Почему так она поступила, не знаю. Вот один нож мой теперь получается. Это я вам показала. Следующее приобретение. Вот такие девчонки-мальчишки с лепоной. Пять восьмого размера. Ну, новые, как вы видите. В очень хорошем состоянии. Размер тридцать восьмой. Давить не будут. Высокая подошва, что мне нравится. Это я вам показала. Так, что еще я вам не показала? Что еще не показала? Шторки показала. А, и теперь, знаете, что еще? Кувшинчик для молока. Вроде мелочь, но пусть будет. Теперь основное. Всегда хожу в юз, смотрю, когда там скидочки, приобретаю полотенечки. Там они, ну, по скидкам. И захожу, и я вижу, что там море полотенец в хорошем состоянии. И девчонки стояли в очереди знакомые. Я вот это набираю. Они и мне, и мне. То есть, а и мне темненько. А мне для рук, а мне большое. То есть, я вот стояла на раздаче полотенец. Вот, взяла себе два. Еще сейчас я вам покажу. Вот такие. Небольшие. Не очень, честно говоря, в таком идеальном они состоянии. Но, постираю ленорчиком. То есть, на кухню руки вытирать. Пойдут чудесно. Вот такие полотенечки. И еще взяла вот два полотенца. Ну, эти уже в таком получше, в качестве, получше состоянии. Ну, голову замотать. Большие брать не стала. Большие у меня есть одно. И еще одно такое, знаете, со снежинкой новогоднее. Тоже мягенькое, приятное. И еще, еще, еще. Уже, знаете, в завершающий этап. Тарелки для супа. Тарелки для супа. Одна, где-то у меня здесь, видите, самая первая оказалась отбитой. И там еще были две отбитые. То есть, брать не стала. Их было по шесть штук. Получается, у меня три будет суповые тарелки. Одна отбитая. Это для супа тарелочки. И вот к ним же, опять-таки, мы тут стояли этих четыре. Четыре вот такие тарелки, не отбитые ничего. Не знаю, что за фирма, что за качество. Но посуды много разуме не бывает. Следующая, уже завершающий этап. Тоже ниточкой передаст, она сейчас развяжу. В общем, две наволочки. И два пододеяльника. Набор постельного белья. И оно такое, знаете, вам не видно, наверное. Здесь на ткани такие цветочки тиснение. Ну, сама ткань такая, знаете, она как вот выдавленные цветочки на ней. Пахнет, знаете, чем-то таким постиранным. Те же самые гости придут, постелить постельно у меня уже есть. Все, мои хорошие, все вам сняла. Если только вы приехали, если у вас какие-то первые выплаты, я просто помню свое чувство тревоги. Хватит мне средств, хватит выплат, не хватит. Как я буду жить, на что я буду жить. Пустые стены, столько всего надо. Не переживайте. Начинайте общаться, своих земляков искать, наших соотечественников в каждом городе. Есть группы в Вайбере, есть группы в Телеграме. Постепенно, постепенно в вашем месте найдете вот такую организацию, где можно прийти взять гуманитарку и постепенно всем обживетесь. Надеюсь, ролик не только информационный, но и полезный вам всем. Пока-пока, до новых встреч. Искренне, ваша Наталья Чавая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok